Расскажите, пожалуйста, где мы в ближайшее время можем вас увидеть? Театры, возможно, съёмки в кино, возможно, телевидение, какие-то проекты. Расскажите о планах. Быстро рассказываю. Есть много предложений, но пока я не могу сказать ничего конкретного, потому что я ни с кем вообще по рукам не ударила. Есть предложения нового театрального проекта, но, видимо, репетиции могут быть только летом, потому что у меня всё время уже расписано до лета. Лето я пока придерживаю, потому что я всё-таки хочу оставить на отдых какой-то задел. Есть предложения телевизионного проекта. Кстати, вот в понедельник иду на переговоры. Послушаю, чем это всё закончится. Встретила Юру Горбунова как-то здесь на радио, а я на радио веду погоду. Он говорит, слушай, есть интересное предложение для тебя в марте. Давай поснимаемся. Я думала, ну, мало ли, Юра сказал, может быть, это какой-то проект. На самом деле он собирается делать проект какой-то, как продюсер, новый какой-то комедия. А, он что-то рассказывал. Да, 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 да. Вот. И думаю, что, возможно, он мне хочет что-то предложить. Но я подожду, потому что нельзя самой звонить. Говорит, Юра, а помнишь, мы там встречались, ты хотел? Я бы, конечно, хотела бы сняться в хорошей комедии, в интересной роли, с хорошими партнёрами. Это счастье. То есть испытывать такое счастье, это, правда, большая-большая радость для артиста. Хотелось бы, но пока конкретных предложений сниматься в кино не поступало. Может быть, это будет прямо сегодня. А, нет, поступали. Предложения поступали, но времени нет. Но если это будет какой-то масштабный проект, я это время найду. Конечно, обычно масштабный проект оговаривается заранее. Не может быть такого, что сегодня, а завтра. Потому что гастроли планируются за полгода. Но мне бы очень хотелось. И сейчас мы играем много спектаклей, мы ездим по всей Украине. И я надеюсь, что те люди, которые приходят на наши спектакли, и, кстати, приходят за кулисы и говорят, Руслана говорит, боже, как вы хорошо выглядите. Какая вы стройная. Хочется вас обнимать и вот прямо прижать. И такая вы родная. Вот спасибо большое. Мы так переживали за вас, так болели. И я понимаю, что все, что было сделано на проекте «Зваживание счастливей», все было не напрасно. Не напрасны были мучения. Значит, ты можешь быть в строю. То есть я про себя говорю, да? Я в строю. Я могу приносить людям радость. Люди радуются и забывают о своих проблемах. И когда они приходят фотографироваться, брать автографы за кулисы и прижимаются ко мне, то есть они говорят, вы знаете, какое счастье, что вы есть. Я говорю, спасибо вам, что вы приходите на наши спектакли, потому что иначе у нас бы не было бы обратной связи. Так вот, на сегодняшний день все-таки театральная работа остается самой приоритетной и самой интересной для меня, потому что это непосредственное, прямое общение со зрителями. Да, нужно переезжать из города в город, да, нужно иногда мерзнуть, потому что не везде тепло, но есть самое главное. Это возможность посмотреть друг в друга в глаза. Не через камеру, а прямо напрямую. И услышать от людей отзыв, они говорят, спасибо, Руслана, что вы есть. Спасибо всем, кто участвовал в этой онлайн-конференции. Спасибо за интересный ответ. С вами была Руслана Писенко. Спасибо большое. С вами была Руслана Писенко. До встречи, друзья. Ищите меня на театральных подмостках. Я там.